Президенту, господину Франклину Рузвельту. В моем послании речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в вашей честности и надежности так же, как в честности и надежности господина Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским праве на участие в встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал вам и считаю нелишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность сеяться для нас недоверно. Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, они очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на день. Штирлиц уже несколько вечеров заходил в этот ночной бар горной лыжники. Здесь в 22.00 назначена встреча со Связным. Но сегодня Связного снова не будет. Они встретятся только завтра. Коляску я сейчас дам багаж. Да, хорошо. А в Париже вы ее получите по квитации. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Друзья, я с удовольствием сделаю. Нет, благодарю вас. Ну отлично. Месье? Сметаной, пожалуйста, и чашку кофе. С молоком? Нет, я бы выпил черный кофе. Продолжение следует... 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 Долго пришлось ждать вас. Я добирался через Испанию. Прежде всего, я должен вам сказать спасибо.